здравствуйте сегодня поговорим о персонажи человеке легендарном человеке который занимает даже после своей смерти очень значительную нишу в рок-культуре но прежде хотелось бы сказать знаете что такие мысли общего плана небольшие что вот что есть такое талант и гениальность от чего это зависит над этим многие ломают голову тысячелетиями и получается что ответ банальный от множества факторов я это всегда называю главное чтобы виктора совпали в данном случае казалось бы все противоречило тому чтобы виктора не совпали на человек вылез что называется из такого места нехорошего на котором мы сидим и развивался очень довольно таки успешно а вспомнила почему да потому что недавно перерывал свои архивы и обнаружил вы не поверите вырванный лист из журнала metal hammer был такой знаменитый журнал он остался в электронном виде значит февральский номер восемьдесят шестого года а вырвана там страница была с фотографии этого нашего героя сегодняшнего я его озвучу это фил линад мы привыкли его читать как фил лайнад но это фил линад если больше верить журналистам классик рока так вот фил линад родился сорок девятом году в ирландии городе дублин сам факт его рождения был уже ну как бы вам сказать не очень понятен почему потому что изначально возникла путаница одни справочники пишут дублин на самом деле сейчас расскажу что он родился не в дублине его мама молодая женщина в поисках лучшей доли поехала из ирландии а вот она уж точно родилась дублине в ирландии в англию почему потому что экономическое состояние ирландии после войны было очень и очень чревато в англии было не намного лучше но получше и она поехала в поисках лучшей доли женщине 18 лет молодая девушка естественно все это напоминает сегодняшнее время я вам скажу такую интересную сходу в такой факт что до сих пор ирландия единственная страна в европе у которой наблюдается постоянно падение населения еще с того периода то есть демографическая ситуация всегда была критичная почему за счет того что ирландцы они всегда мигрировали в поисках лучшей доли сша канада ближняя англия то есть они пересекались также австралия постоянная миграция это говорит о том что вы знаете нашу одно из любимых поговорок от хорошего не бегут вот поэтому делайте выводы хотя кому-то как и у нас и в ирландии хорошо живется но я не об этом так вот поехала молодая девушка симпатичная белокожая ирланка такая вся из себя попала в злачную англию город лондон бермингем манчестер перемещалась на поисках работы и и и там подхватил в объятия чернокожий паренек уроженец британская гаяна это в южной америке по имени по фамилии перис история так гласит но перис недолго думая естественно возник амур и результатом этого романа явился фил лина который родился в сорок девятом году а я вам скажу что по тому времени тогда не было такой политкорректности как сейчас тогда не было таких мультикультурных вариантов как сейчас сейчас мы все братья и у нас полно всех и афроамериканцев и индейцев и китайцев а кого нет у нас видишь а в то время я вам скажу чтобы белая девушка родила черного мальчика мулатика это был нонсенс это сразу становилось чуть ли не табу заглядывали в коляску и говорили как они как вспоминают родственники ли на то до сих пор что заглядывает коляску на той какой хорошенький мальчик когда вы в африку едете прямым вопросом задавали от эти вещи конечно мама была в шоке деваться было некуда и надо было работать перис согласился платить алименты но через два года семью окончательно и покинул был такой приходящим ли над его за всю жизнь видел по-моему два или три раза как вспоминал сам но тем не менее мама отправила мальчика в дублин бабушки и дедушки и тут конечно тоже возникли конфликты на почве школы на почве улицы на почве общения потому что мальчик был темнокожий такой симпатяшный чернокожий парень он больше он конечно похож на от отца и всю жизнь линд относил прическу афро ну вы знаете это прическа это такая копна и он полюбил такой стиль знаете вот пиратской раздалбайский у него последствия был одним из ориентиров джимми хендрикс тоже с примесью большой афроамериканской крови такой мула тистого типа и поэтому вот ему как раз наверное было проще потому что хендрикс был первопроходцем в этой культуре а за ним уже шоу ли на ли над шоу но в школе были проблемы но он их быстро нивелировал все у чего он был просто от природы харизмат есть такие люди вы знаете их сразу видно за километр несмотря на то что он был не такой как все тем не менее конфликтов он всегда умел избегать это да впоследствии став рок-стар он стал нервный раз раздражительные впечатлительные но об этом чуть позже чем он поразил например учителей в школе да тем что будучи нечистым давайте мягко скажем ирландцам он полюбирует ладью так как не другой другой ирландец он знал историю ирландии прекрасно всю жизнь интересовался даже текст его песен многие ассоциируются с кельтской мифологии то есть он ирландию знал лучше чем все настоящие ирландцы и его соратники по группы зен-лизи которые они создали в 69 году удивлялись как это он мог так заинтересоваться историей а он удивлялся почему они не знают историю своей родной страны и вот этот противоречие которое вначале было такого с юморком а потом они друг от друга отцепились все равно где-то сидела в головах у них значит музицировать он начал в старшей классе школы таланты обнаружились мгновенно почему потому что он был неплохим рисовальщиком абсолютный музыкальный слух он выбрал бас-гитара потому что можно было параллельно еще и петь он еще было певцом так вот эта группа сын лизе тонкая лизе лизе это имя девушки тонко это значит по нашему наверно худая проще сказать худышка давайте так скажем лизе так называлась группа образовала 69 году чем она славно до сих пор до тем что мы все привыкли что в пантеоне выдающихся хард-рок групп есть у нас четыре морста монстра led zeppelin deep purple black sabbath и юрий ахип и от них отпочковываются все остальные да это имеет место быть да это совершенно верное отверждение но я вам скажу что сын лизе недооцененная группа она выдающаяся группа по некоторым своим новаторским подходом например соединение гитарной атаки ли над первый вел двух гитаристов именно в этом направлении хард-роке и их не атаки например того же скота горома и брайана робертсона классический гитаристов залезет до сих пор является чуть ли не каноническими на них ориентируются все музыканты которые изучают гитарную технику до сих пор значит как всегда получается что первые альбомы были не очень удачные подписали окон контракт с фирмой дека это в лондоне в 1970 году и не было прорыва пока в семьдесят третьем году не вышли знаменитый сингл виски и инзиджа виски в кувшине но нам это название вообще близко можно было назвать водка в стакане и естественно это тоже был бы хит но а виски в кувшине это ирландская народная песня вы знаете что ирландцы они такие обладают большой страстью как ему потребление спиртных напитков не в обиду будут сказано это все хорошо и этот хит взорвал чарты попал хит-парады и сделал имя группы а что такое всегда прорыв для группы это наличие хотя бы одного хита радио крутит сингл вышел люди интересуются пластинки покупаются не забываем это было тогда еще аналоговое время пластинки еще покупались массовая имеют значит группу заметили во-первых солист он же бас-гитарист привлекал внимание во-вторых два гитариста шикарных барабанщик браун дауни тоже великолепный все срасталось группа была на плаву пока не выпустила в 76 году феноменальный альбом до сих пор он входит во все чарты исторические хард-рока это называется он jailbreak 76 год после этого возникли определенные неурядицы составом или над постоянно тасовал гитаристов чтобы понимали например легендарный у нас на просторах очень популярный гарри мур который солировал неоднократно и у нас везде он гастролировал много блюзовых гитарист обычно но он и хард-рок его гитарист так вот гарри мур был составе зен-лизи три раза туда-сюда тасовался и как он вспоминал фил лина был очень сложный человек очень вот вы видите одну его белозубую улыбку и вот этот обаяние этот весь его не похожесть на остальных но на самом деле как сказал гарри мур говорил вернее это был большой засранец очень большой говорит стоило вам оставить девушку в комнате свою и куда-то выйти за пивком можете не сомневаться что ли над успевает ее соблазнять по крайней мере словесно он уже ее раздел и все остальное потом он говорит у него была масса приколов он любил заказывать в ресторане еду заранее знают и не любишь и съедал все сам а ты сидел просто вот и смотрел на него хотя платили там вдвоем поэтому но такие пока вот такой шутник забавный персонаж все было бы хорошо но если бы он не попал пучину болезни подвержены всем рок-звездам я говорил что лишняя понюшка кокаина для многих то время это было просто как таблетка парацетамола сегодня от головы чтобы не болела правда в носу сушит иногда пишет но ничего страшного это позволило группе в 1978 году выпустить по мнению журнала classic rock лучший концертный альбом за всю историю хард-рока пластинка действительно выдающийся и она по некоторым слухам получилось такой потому что наложили дополнительно помимо зала звук музыканты в студии то есть вы поняли да совмещенный момент это продюсеры скрывали но это якобы стволов тем не менее я вот ее вчера переслушал нура все здорово и живо и балладно и кстати к вашему сведению вы может быть и далеки от хард-рока но эту тему я уверен вы слышали это парисиан волквейс посвященная парижской проститутки и и приписывает авторство гарри муру это такой классный блюз он играет на всех радио на авторадио на наше там любом радио эта песня играет но знаете вот паризин волквейс это автор ее еще и филлин с гарри муром на пару они и написали действительно пронзительнейшая песня а девушки древнейшие профессии но они тоже люди поэтому почему нет там такого вы знаете пафоса очень с душой все сделано очень возникла пауза тасовались гитаристы пока линад не поймал в начале 80-х годов прекрасного гитариста молодого джона сайкса вот с таким вот хайром по той моде харизматичный тоже такой молодой викингистого такого типа который кстати был должен играть у лази озборна но озбор последний момент отдал предпочтение рендироваться тоже феноменами феноменальному гитаристу и линад выпускает сайксом классный альбом зандер энд лайтинг 83 году и пропадает небытие ну как участвует некоторых проектах выпускает сольные альбомы они у него довольно неплохие но это все не то до уровня джел брейка и концертника 78 года он уже никогда не дотянул не дотягивал потом вышел классный сингл out in the field вместе с гарри муром такая сладкая парочка неразлучная никак не могли расстаться и все линад ушел в тотальный загул пьянство наркотики желание отсутствие желания работать и все остальное очевидцы говорят что когда пришли к нему в декабре 85 года застали уже коза ужасающая картина он уже не вставал лежал вокруг бутылки пустые все весь этот антураж еда книги журналов все перемешано в общем творец за работу и естественно уже многие понимали что это конец да у него была жила жена но они жили отдельно жена как говорится родила ему двоих детей но они жили отдельно он материально конечно помогал потому что был очень не бедный человек скажем так я вам скажу даже больше мало кто знает он был страстным болельщиком футбола именно клуба манчестер юнайтед и являлся совладельцем клуба когда-то купил определенный пакет акций историю молчат какой но я думаю что не мизерный поэтому он был обеспеченный человек но смерть его была не очень хорошая 25 декабря 85 года его увезли в больничку и вот 4 января 86 года он умер причина смерти было конечно официально связанная там с какими-то воспалениями легких и так далее не сильно медицинской терминологии но вся тусовка и журналистское братья утверждала то что это был просто банальный передоз или его последствия значит вот так и получается что человек с детства был рожден отличным от других не только цветом кожи но и умственными способностями и творческими но такая жизнь у него конец не очень хорошая бесславный комикс то есть я о чем что вот эти ретро рассказа это определенного рода вы знаете ретро маме почему потому что во вчерашнем ролике я говорил о том что в музыке сейчас ничего толкового не создается а многие выезжают на том что просто используют рифы тех музыкантов их ней мелодии которые работали в прошлом это однозначный факт даже возьмите такого гения сегодняшней сцены признанного супер бизнесмена супер музыканта как джей-зи он тоже не скрывает то что она эксплуатирует музыку 70-х 80-х годов просто его харизматичность его талант его умение работать с мелодиями со звуками создают такое имя как джей-зи призываю вас не забывайте о прошлом помните о будущем жизнь продолжается всего вам доброго